Некий кружок организуем, вот, и будем... Всем привет! Мы находимся в Санкт-Петербурге на Исаакиевской площади, где располагается старейший в России лагерь протеста Исаакиевская. Сейчас здесь более 10 человек и готова начаться лекция, которую мы с вами вместе посмотрим. Сегодня я решил обратиться к теме того, как сформировался современный авторитаризм, какие обстоятельства к этому привели и, собственно, что происходило за эти годы внутри власти. Все это, разумеется, подщеркнуто мной из открытых источников, которые доступны и вам. Время от времени, начиная прямо уже с 2001 года, становилось известным то, как происходила борьба за власть, и спустя какое-то время, с небольшим промежутком, мы могли спокойно прочитать обстоятельства прихода власти Путина. Через какое-то время мы узнали, кто действительно, кто заинтересован, где и так далее, и так далее. Все это известно, мы могли бы пытаться все как-то систематизировать, и придать этому логику. Начну я с того, что в политологии, настоящей политологии, которая все-таки существует, активно занимаются составлением рейтингов, расставляют страны и различные явления по местам. И в частности, есть очень влиятельный, популярный рейтинг демократии, который публикуется каждый год. В этот рейтинг ходят все страны, у которых нет проблем с официальным международным признанием, то есть это рейтинг от первого там до 171-го места. И, разумеется, там замыкает его Северная Корея. И вот в начале рейтинга идут страны, к которым примыкают так называемые страны с полноценной демократией. Затем идет обширная группа несовершенных демократий. Затем страны с переходным, таким гибридным режимом. И я расскажу, что и Россия была такой страной где-то до 2004-го года. И потом начинается вот автократия. И вот авторитарные режимы в этом рейтинге выделяют авторитаризм и тоталитаризм. То есть вот я сейчас раздам, покажу вам, на каком месте находится Россия. И я сразу скажу, что в конце рейтинга тоже страны, у них тоже написано авторитарный режим, но все-таки между Россией и Северной Кореей есть очень большая рейтинг. Это рейтинг, да, последнего года, 2019-го еще нет. Это выключение само по себе. Я сейчас проверю, работает. Если вам нужно номер 4, то вы сразу попали в 4. Демократический рай. В этом рейтинге в нижней части у нас переходные режимы Нигер, Ирак, Бурунди, Гаити. Вот на что. А вот дальше. Обратите внимание, кто стоит немножко выше. Очень важная для нас страна сейчас – это Египет. Египет, как и Россия, долгое время был авторитарной страной. Про него ходили, относительно Египта ходило мнение, что там такой крепкий режим, что ничего невозможно с ним сделать. И да, вы сами знаете, что началось в самом конце 2010-го года. И это повлияло сразу же автоматически на рейтинг. Египет оказался выше России, хотя там еще несколько лет назад он даже был ниже, гораздо ниже России. В то же время, если вы не следите сейчас за тем, что происходит в Египте, после того, как там свергли своего местного автократа, который тоже всех достал и который сидел очень много времени, возникли очень большие проблемы с организацией выборами, с организацией выборов, с теми, кто пойдет на эти выборы. Но все-таки, худо-бедно, в прошлом месяце Египту удалось провести президентские выборы. Но проблема с переходом к демократии, хотя бы несовершенной, остается. И в частности, одна из актуальных проблем заключается в том, для Египта сейчас, что те, кто был вокруг Мубарака, продолжают выторговывать себе какие-то условия от дальнейшего преследования. То есть все скинули на Мубарака, но многочисленные жульки и воры египетские остаются при власти и успешно договариваются с братьями-мусульманами, в то время как среди тех, кто составил Тахрир, да, вот эти многочисленные демонстрации, которые скинули Мубарака, они в апатии, усталости уже вот не контролируют этот процесс, не могут на него влиять. А влиять в условиях Египта, опять же, можно не только выборами, но и многочисленными демонстрациями. Но вот по последним данным, Ну, Петер, Крово, да. Это я вот к тому, что это очень может быть похоже на нашу ситуацию. Случится, о чудо, Путин уйдет, но это сильно демобилизует массы и не дойдет до дальнейших требований, которые действительно помогут нам освободиться от остальных, кто был замешан в преступлениях, которые творились все эти годы. Россия, разумеется, не все годы при Путине была так низко в индексе демократии. Было время, когда вопрос вообще стал открытым, куда дальше пойдет Россия. И у многих были достаточно оптимистические надежды на то, что все будет хорошо. И эти люди, кстати, группировались до 2004 года, в том числе, вокруг Путина. И считалось, что до 2004 года у нас был гибридный смешный режим, где сочетались элементы как демократии, так и авторитарного управления. И это создавало ситуацию равновесия. Как мы знаем, это было неустойчивое равновесие. Теперь я перейду, собственно, к тому, как происходило так, что Россия уверенно двигалась вниз по индексу демократии и стала классической страной авторитарного режима. В середине 90-х годов, в конце 90-х годов в России были очень большие трудности, как социально-экономические, так и политические. И вот главный мой тезис. Если люди в России в конце 90-х, в середине 90-х не интересовались политикой, то прежде всего потому, что их не устраивала ситуация в экономике. То есть это было вызвано теми потрясениями, которые случились из-за шоковой терапии, из-за приватизации. Все это считалось несправедливым. Люди чувствовали себя обманутыми, обкраденными. И поэтому они предъявлялись спрос на политику, они искали какие-то силы, которые это могут исправить. Сначала там был Жириновский, потом коммунисты. И вот коммунисты утвердились в качестве главной оппозиции ельцинскому режиму. В 98-м году в августе произошло очередное несчастье. Дефолт. Он имел несколько важных экономических последствий, но мало обращает внимания на политические последствия Дефолта. Главное политическое последствие Дефолта это то, что ельцин разочаровался в младореформаторах и демократах. До Дефолта одним из таких возможных времен считался немцом, что ему очень нравилось. И, в общем-то, эта команда надеялась, что как-то она в конце концов получит власть от Кейсона через какое-то время. Однако Дефолт поставил крест на этих надеждах и ситуация сложилась очень быстро развивалась и сложилась таким образом, что премьер-министром впервые стал человек из силовых органов Евгений Максимович Примаков. невообразимая ситуация заключалась в том, что кандидатуру предложил Явлинский во время кризиса, когда было ясно, что Дума не утвердит Черномырский. И, если мы проследим дальше, то последствия все министры до 2 августа 1999 года были уже выходцами из силовых органов. И таким образом у Ельцина, по всей видимости, произошла смена восприятия того, на кого надо опереться при переходном периоде, когда он будет уходить и его будет заменять человек, которого он смог передать. Сам этот вопрос об уходе Ельцина стал потому, что его здоровье сильно ухудшалось и все люди вокруг него понимали, что третьего срока не получится, хотя это обсуждалось. Это обсуждалось, но здоровье Ельцина было слишком плохим, чтобы надеяться на это. В связи с тем, что возникло в 98-99 годах, возникла неопределенность относительно будущего до 2 августа 1999 года, в политической сфере активно обсуждалась идея будущей конституционной реформы. Я напомню, что тогда очень многие люди эксперты имели не просто доступ к телевизору и главным СМИ, но еще имели возможность говорить то, что они думали. И часть экспертов, в том числе, которые потом перешли на сторону Единой России, в то время говорили весьма уверенным и бодрым голосом о том, что необходимо серьезная конституционная реформа с целью снизить полномочия президента и расширить полномочия парламента. Это было очень важной и видной темой на экранах телевизора в 1998-1999 годах. Но напомню, что главное, что интересовало простых избирателей, это непростая и тяжелая экономическая ситуация, и поэтому они по-прежнему были в поиске той силы, которая бы навела порядок. И порядок имел буквальный смысл, в частности, надо действительно было навести порядок с выплатой зарплаты в обшинном госсекте. Это действительно была проблема, власть не не справлялась и избиратель вынужден был кидаться к одной силе, к другой. И вот к 1999-му году все говорило о том, что будет острая политическая борьба и сначала она будет вокруг парламентских аккрестьев. Примаков был очень популярной фигурой, но эта популярность мало чего стоила, потому что российские избиратели готовы были время от времени протестовать по поводу каких-то экономических вопросов, но проявляли абсолютное равнодушие к политике. В мае 1999-го года, когда Ельцина убедили убрать Примакова, популярный Примаков не получил никакой поддержки. Люди возмущались в коридорах, на улицах, переговорились между собой, но никто не догадался, организовываясь хоть какую-нибудь значимую демонстрацию против отставки Примакова. Переназначение произошло достаточно быстро и напомню, что причиной отставки Примакова было то, что Примаков стал играть на стороне одной группировки, и эта группировка имела зуб на Березовскую. Березовский же находился в стане клана, который поддерживал Ельцина. И это соответственно у Березовского было важное стратегическое преимущество. Был назначен Степашин. Есть разные точки зрения касающиеся Степашин не удержался в качестве кандидатуры преемника. Одна из них заключается в том, что были обнаружены крымпрометирующие связи Степашина с Гусинским. Гусинский в то время становился главным врагом Кремля и те, кто был заинтересован тем, чтобы Ельцин ушел спокойно и бесполезно, передав кому-то новому. И поэтому поиски продолжились и была найдена второстепенная фигура в нормальном смысле этого слова, просто которая не ходила к ближнему, принимая их решение. Он был достаточно видной фигурой, но если бы, скажем, у Ельцина начались бы проблемы, то он бы никак не смог предотвратить, ему бы надо было как-то думать прежде всего о собственной судьбе. Это Владимир Владимирович Путин. Я всех вас отсылаю к книге Трегубовой записки кремлевского Диггера, где она передает свой разговор с Путиным, где он достаточно пораженчески настроен еще до начала парламентской кампании, когда неожиданно возникла очень удачная и эффектная тема с блоком единства. Таким образом, плюс Путина был то, что он не был связан ни с какой группировкой, и это могло послужить важным фактором в консолидации расколотого правящего класса. Дело в том, что все ключевые фигуры, связанные с реформами, не могли быть таковыми. Если бы они захотели стать ключевыми политическими фигурами, им бы пришлось выдержать еще более острую борьбу, тем выдержало единство в 99-м году, и раскол, политический раскол продолжался. Путин же не был замешан ни в каких историях, связанных с Гусинским, с приватизацией связи Инвеста, с делом писателей. Он не был среди тех, кто принимал решение о выносе коробки из-под ксерокса в 96-м году, но при этом он был во власти, и этим он был удобен. Кроме того, те, кто находил эту идею очень удачной передать, чтобы будущим президентом стал Путин, отмечали еще один важный пункт биографии. Путин повел себя очень благородно и порядочно по отношению к Собчаку, у которого в то время пошли проблемы. Считается, что это повлияло на выбор Путина, что на этого человека можно положиться, если с ним договориться, он не предаст ли использовать свои обязательства. Обязательства были очень важны. Не перед Россией, это как получится, а перед семьей, чтобы гарантировать безопасность Ельцину, на которого точили зуб оппозиционные политики, и готовы были использовать энергию народа, которая выразилась не в демонстрациях, а в голосовании за эти оппозиционные партии, которые клялись, что обязательно расправятся с Ельцином, если удастся правиться в парламент, а затем занять президентский пост. Таким образом, в 99-м году произошел раскол правящего класса. И это была очень опасная вещь, но встанем числом надо все-таки понимать, что опасность была, но не очень сильная, потому что на стороне тех, кто был вокруг Ельцина, был огромный административный ресурс, и все это налагалось на достаточно низкую политическую активность народа, и как показали парламентские выборы, еще один важный урок, который власть усвоила надолго, и мы сейчас видели, что она цеплялась за это до последнего, телевизор позволяет круто манипулировать населением. Офигенно круто. Это было продемонстрировано, и Путин это прочувствовал, называется, после того, как выходила в воскресенье передача с Доренко, где подвергалась мощнейшей дискредитации Лужков, Примаков и Отечество и вся Россия. Это сработало, и, соответственно, власть убедила, что необходимо наращивать контроль над ключевыми федеральными каналами. И, кроме того, так случайно получилось, что ключевые федеральные каналы принадлежали каким-то непонятным сомнительным фигурам, которые уже после прихода к власти Путина говорили о том, что они хотят быть независимы по-прежнему. Их пришлось убирать с НТВ и ОРТ. Путин не хотел, разумеется, соглашаться с президентом только лишь потому, что это давало быть главой России. Потому что тогда Россия была реально проблемной страной. это, еще раз напомню, невыплаты зарплаты, это на глаза у всех распол правящего класса, это проблема внешнего долга, так называемого парижскому и лондонскому клубу, которые были набраны в 90-е годы и за советский ЗОС надо было расплачиваться. И, может быть, кто помнит так называемая проблема 2003. Какие-то остроумные футуристы убедили общество, что в 2003 году выйдет вся та советская инфраструктура, которая не обновлялась все 90-е годы. Начнутся лопаться, взрываться трубы, выходить из строя газопроводы и мало не покажется. И это все наложится на другую проблему 2003 года. Главные выплаты по внешнему долгам. И тут Березовский говорит, Володя, хочешь быть президентом России? И мы должны понимать, что в итоге Путину было обещано нечто важное, ценное и самодостаточное. Нечто какое-то важное главный приз. И мы прекрасно ставим что это Газпром. Очень удачно совпало, что Газпромом в это время руководили люди. С одной стороны, много сделаешь для того, чтобы Газпром стал открытым акционерным обществом, чтобы акции на бирже стали торговаться, все такое. Но все-таки это были уже пенсионеры. Им тоже нужно было пообещать, что вот вы уйдите по-хорошему и мы там вас не обидим. Напомню, что это были Ремвяхеров и Черномырцев. И обращаю ваше внимание, что как только Путин стал власти, одно из переход действий это то, что у Газпрома появился новый руководитель. И более того, сейчас июль 2012 года, а это все по-прежнему руководитель Газпрома. Зовут его Алексей Борис Вишмиле. То есть на тех позициях, где Путину уже с самого начала можно было поставить своих проверенных людей, он их не только ставил, но и ставил с тем расчетом, чтобы больше никогда не менять. Это к вопросу о таком важном сейчас лозунге, как отставка Чурова. Чуров был подтянут позже, но структуру, над которой удалось только овладеть который удалось только к 2007 году, и вот я вам говорю, это поставлен именно для того, чтобы больше никогда не сдавать. И вот когда Путину был обещан главный лакомый кусок энергетического комплекса Газпром, который тогда может быть не был привлекательным как оружие для внешнего давления, но это был важнейший инструмент для бюджетного манипулирования. Уже в 90-е годы Газпром использовался как резерв для того, чтобы решить огромные проблемы с бюджетом. Тогда вопрос и замечание 30-х и вот соответственно это было все передано под контроль пульс. Важно обратить внимание на то, что во время парламентских выборов, а затем и в ходе президентских выборов вокруг Путина происходила консолидация правящего класса. И вокруг Путина консолидировались самые разные силы, которые находились в конфликте вокруг фигуры Ельцина и реформатора в 90-х годах. Более того, конфликтующие силы с разных сторон поддержали Путина. Реформаторы либералы поддержали потому, что один из ближайших соратников Путина Герман Греб нынешний руководитель Сбербанка разработал либеральную программу рыночных преобразований в рамках Центра стратегических разработок. Соответственно Чубайс, Кириенко, Немцов поддержали Путина. Путина поддержала часть бюрократии, которая готова была встроиться в вертикаль, но ей было выгодно на местах постоянно критиковать Ельцина, потому что за счет этого можно было списать все свои неудачи в расчеты в региональной политике. Кроме того, Россия в это время начала подниматься, Путин обещал новые отношения между Центром и регионом и соответственно часть губернаторов еще в 1999 году во время парламентских выборов поддержала Единство. После того, как было разгромлено Отечество вся Россия, напомню, его поддержали такие важные региональные фигуры, как Лужков, Шаймиев и все время забываю фамилию бывший президент Башкатарстана Башкирии. Муртазар Ахимов. Да, Ахимов. Вот после того, как они были разгромлены, то многие поняли, что больше ставку на союз Лужкова- Примакова делать не стоит. Кроме того, в конце концов и Лужков и Примаков поддержали кандидатуру Путина на президентских выборах 2000-го года. Таким образом, Путин действительно стал той фигурой, которая объединяла, консилизировала правящий класс. И я тут у меня этот анализ накладывается на личные воспоминания. Так получилось, что тогда я ездил брать небольшие эксперты внедрю в обзор в области у региональных чиновников. И они, я обратил тогда, всего, что им не хватало для того, чтобы руководить успешно, по их мнению, это четко выстрелы вертикали, чтобы они понимали, кто находится сверху. То есть на местах запрос на ту вертикаль, которую затем выстрелила власть, уже был среди бюрократов. Поэтому все это достаточно так легко и было трансформировано в вертикаль. Более того, напомню, что, собственно, сам Путин и его окружение ничего не разрабатывали. Эта вертикаль уже существовала вот как раз у вот этих тяжеловесов в Таташтане, Башкирии, Москве. Эта вертикаль существовала, например, в Двогородской области, где правил Пруссак, и там он на каких-то выборах получил 91%. И это был такой местный вот Лужков. Он привел Тирол, Бибри, поднял парочку районных городов, но при этом вся, все местные районные власти находились под контролем Пруссака. И, соответственно, эта просто модель была взаимствована и перенесена на всю Россию. И, в конце концов, процесс этот не заблодал, да, в 2013 году Лодка сделал свое дело, Единство и Отечество вся Россия объединились и получилась Единая Россия. В 99-м году единство набрало 23%. Для тех, кто забыл те времена или забыл, это был совершенно сумасшедший результат. Отечество вся Россия набрало 13% с копейками. Если мы служим, я сейчас обрубил, то получалось где-то 37-38%. Поразительно, что когда прошли выборы 2003 года и главные усилия власти по делу фальсификации были направлены не на то, чтобы увеличить поддержку Един России, отечество нежелательные фракции партий, и прежде всего несчастных либералов в виде СПС и Яблока, то сколько получила Единая Россия? 38%. То есть это слагаем просто те цифры, которые были в 99-м году. Таким образом поддержка не росла. Но и не было поддержки у тех, кто терял голоса как ЛДПР или кто отсекался от партий. То есть наверное люди были бы не проще видеть Яблоко и СПС в партии в виде маленьких фракций. Но и не настолько, чтобы возмущаться по этому поводу и говорить о том, что произошли похороны российской демократии в декабре 2003 года. и вот то, что произошло в 2003 году, это называлось как раз гибридный режим, когда с одной стороны власть уже окончательно получила доминирующий перевес и в парламенте, но тем не менее там остались реальные оппозиционные депутаты, которые вот используя эту трибуну могли доносить вот достаточно резкие высказывания про Путина и таким депутатом например был Владимир Рыжков, которому были пофигу все эти партии, он просто избрался одномандатником от Алтайского края. И вот обращусь внимание, что уже реформа 2004 года после трагедии в Бесклане она была навеяна том числе и тем, что вот ну нельзя же, чтобы все мы зачислили, а какой-то там Рыжков продолжал пользоваться доступом к трибуне, его даже показывали по телевизору, потому что депутатам надо показывать. И возможно даже и это тоже принималось как важный расчет, не допустить отдамодать их, которые как и зависимы могут пройти. Когда удалось консолидировать власть, бюрократия легко убрала тех, кто был неудобен, на кого был давнишний зуб, и это были в первую очередь олигархи, которые, пользуясь политикой разделяя власть, многих обидели. Таким был, например, Гусинский. Гусинский многих обидел, на него точили зуб, например, Чубайс, на него точили зуб Волошин, и многие-многие те, кто обиделся вокруг пушки. Поэтому, когда началась атака на НТВ, то люди, которые были за свободу слова, думали не в свободе слова о том, чтобы, наконец, убрать Куся, чтобы лишить его эффективных механизмов властвования. И опять же, у Трегубовой она отмечает, что Чубайс скрывал неподдельную радость, что удалось расправиться с Гусем, который в свое время сделал все, чтобы выкинуть его из правительства в качестве отместки за приватизацию связь инвестра, которую хотели купить Гусинский с Березовским, но купил в итоге Джордж Сонас. То же самое касается и Березовского. Березовский тоже много кого достал. Привет, привет. Безачок передаем. И хотя у него была более сложная позиция, кроме того, Путин был многим его обязан, но с Березовским стало проще разобраться, когда Березовский не подумал соблюдать осторожность во время гибели подводной лодки Курса. То есть Доренко крыл исполнительную власть за безответственность, за вранье и в итоге в сентябре-октябре с Березовским серьезно поговорили и он понял, что проще не искужать судьбу и не повторять судьбу Гусинского, а просто под давлением оставить все и в итоге он стал политический эмигрант. эмигрант. В это же время началась зачистка информационного поля и меня искренне удивляет, как некоторые только сейчас возмущаются тем наступлением, которое проводила власть. На самом деле уже тогда было дело Бабийского по поводу журналиста, который пытался донести неприглядные действия власти или молчали, ничего не говорили, либералы. Либералы продолжали это все поддерживать, потому что главная ставка их, в отличие от тех, кто искренне считал, что надо силовыми способами наводить порядок, в чем был интерес либералам. Путин пообещал либералам экономические реформы. Он пообещал им, что вот сейчас, когда ситуация значительно легче, еще бы после такой крутой девальвации, он обещал им вот реформу. И напомню также, что 2000-2003 год это активные споры о демонополизации. Например, были такие две структуры и есть. Газпром и МПС. Газпром так и остался Газпромом, хотя в это время либералы, которые сплотились вокруг Путина, обсуждали проект реформы демонополизации Газпрома. А МПС было преобразовано в ООО РЖД. И также ничего, в общем-то, толкового такого не получилось из того, что хотели. А хотели, что ООО РЖД также будет поделено на какие-то разные компании, что затем поможет вот с одной стороны быстро привлечь деньги под обновление инфраструктуры, всех этих ужасных вагонов, путей, которые не ремонтировались, и так далее. Все это в итоге не было упрощено. И как вы знаете, реформа началась только одна в таком духе. это реформа РАО ЕС. И вот нечто подобное хотели сделать и с Газпромом, и с РЖД. Но в итоге Газпром стал путинской вочиной, а РЖД также стал некоторое время спустя структурой, где засел человек Путина Якуни. Раскол либералов с Путиным назревал постепенно, и разные личности вокруг Путина демонстрировали разную терпимость к тому, как Путин сворачивает экономические и политические свободы. Сначала было все здорово, и многие надеялись, что наконец-то будет также пенсионная реформа обнадеживала то, что достаточно быстро удалось провести налоговую реформу и сделать вот эти знаменитые 13%, которые платят одинаково и обрамовившие простые бюджетники, и много еще чего. Однако в ходе этих дебатов о реформе и разных представлений о том, как они должны быть, Путин и его окружение не сразу осознало, что в ограниченно контролируемом парламенте таится опасность. Опасность заключалась в том, что те силы группировки, которые имеют несколько отличное представление о том, как необходимо развиваться России, могут также влиять на парламент и накануне выборов 2003 года составить конкуренцию Единой России. Именно таким образом развивался конфликт у Путина и его окружения с ЮКОСом. ЮКОС, возглавляемый не столько Ходорковским, Ходорковским был главным лидером, а целой командой, к 2003 году осознал себя как силу, которая имеет собственный политический интерес и продолжая взаимодействовать активно с Путиным и не решая ни одного важного стратегического вопроса без участия Крепля, решил, что в открытой конкурентной борьбе на парламентских выборах он сможет предложить свою стратегию новой России. Тогда вопрос был открыт, а именно ставка на прозрачность. В общем-то продвигалась идея прозрачной России, вот такой корпоративной России в духе Америки, когда есть влиятельные корпорации монополий, которые независимо от власти, которые с одной стороны с властью взаимодействуют, но с другой стороны могут сами вступать в качестве независимых политических агентов. И в то время это все совпало с угрупнением Юкуса, который покупал другую крупную фирму, называвшуюся внефть, принадлежащую Абрамовичу. И вот тут, когда стало ясно, что Ходорковский хочет создать форус, он сам хочет стать российским Джордан Форусом, то есть не просто спортировать благотворительность, с этим и сейчас нет проблем у олигархов, возьмите Потанина или Миксельберга с его яйцами, все это всегда пожалуйста. Но здесь именно речь, все достаточно быстро поняли, что Ходорковский хочет заниматься именно такой политизированной, не политической, а политизированной благотворительностью, вот они берут РГБУ московский и будут из него делать реально независимый ВУЗ по американским корпоративным стандартам. И этот ВУЗ будет изъят из опеки Министерства образования. Соответственно, как мне кажется, главный конфликт вокруг Путина и ЮГОСа это не конфликт экономический, когда многие говорят Ходорковский они не поделили. Все они могли прекрасно поделить. Это именно типичный политический конфликт, когда правящая группировка осознала, что если позволить на выборах 2003 года Ходорковскому утвердиться ЮГОСу как политической силе спонсирующей оппозиционной Кремлевой силы, то дальше дело может дойти слишком далеко. Причем как это отставлял Ходорковский? ЮГОС давал деньги Единой России. Давал много. Потом в первую поступку пара по плане, Совет 147 директоров дали деньги также КПРФ, Яблоку СПС. Прибежали к ним ребята, вы что делаете? Вы что, не за Единую Россию? Ну как же, говорит Ходорковский, ЮГОС всегда за Единую Россию. Но дело в том, что я как отдельный гражданин Михаил Борисович хочу спонсировать Яблоко. А вот олигарх господин Муравленко он левый, он из своих личных денег будет подплатить КПРФ. Ну те все поняли, что ребята решили хитро обойти неформальную договоренность и достаточно легко уговорили, что необходимо вдарить всей мощью российского правосудия по ЮГОС-УГИ. Дальше вы в общем же как или не в общем все знаете. И вот как раз события конца 2003-2006 года стали важным отразделом между реформаторами и Путиным. С реформами было покончено, они могли теперь проводиться только технического характера и я скажу с этим еще чуть позже о мониторсациях ГОДС. А многие реформаторы, кто хотел делать так называемые структурные реформы серьезные, чтобы это было серьезное преобразование, покидали команду Путина. Ушел Касьянов, ушел советник президента Иларионов и вот оба человека ушли из-за дела ЮКОСа. Интересная ситуация получилась с одним из лидеров оппозиции Немцовым. Немцов весь первый срок Путина был предельно лоялен к президенту Российской Федерации. Более того, когда СПС не впустили в парламент в 2003 году, он сказал, что он уходит из политики и уйдет в частный бизнес и он ушел в нефтяной банк, в коммерческий банк нефтяной, в который уставлял некто Лифчиц. Через некоторое время на коммерческий банк нефтяной наехали силовики. Лифчиц бежал за границу, Путин вышел из советов не поставлять Лифчиц, но это не помогло и с этих пор Путин реально обиделся, Немцов реально обиделся на Путина, потому что лишили его места в Госдуме, хотя он ничего особо там не выступал, и бы затем лишили возможности спокойно заниматься бизнесом. И здесь один из главных мотивов движения Немцова в его оппозиционной деятельности это личная обида на Владимира Владимировича. Это надо понимать. И вот таким образом вокруг от Путина и ушли либералы. Но у Путина осталась достаточно обширная поддержка населения, которая часто выражалась в таком снисходительно народном одобрении, снисходительно равнодушном одобрении того, что делают люди. Стало лучше, люди с каждым годом чувствовали, что все больше денег прибывает в их карманы. С 2005 года был активно запущен механизм кредитования и перекредитования. Это еще больше позволило занять денег и почувствовать, что ты наконец-то по-настоящему богатый. Но это была на самом деле обманка, за которую многие расплачивались в 2008-2009 годах. Но вот именно то, что наконец-то совпали ожидания народа, стабильность, политическая стабильность, все силы находятся под контролем и при этом идет экономический рост, позволяю населению успокоиться и вообще не следить за тем, как воровала власть и как она пульсеры выбрала. На это все было значительной частью населения наплевать. после того, как Путин убрал единственного независимого политического независимого премьер-министра, началась эпоха технических премьер-министров. Началось это все с Радкова и технические премьер-министры означали, что реформы тоже будут техническими, то есть не структурными, а которые можно легко, относительно легко провести, не теряя, ничего не теряя каких-либо клановых интересов для власти. Например, почему многие возненавидели Ельцина? Да потому, что приватизация била по красным директорам, обширному классу красных директоров. И вот они заказали всю эту компанию, они подключили КПРФ и мочили Ельцина домочит его до сих пор. Многие не успокоятся до сих пор. Путин же как раз выступил таким достаточно мощным и на тот момент эффективным консолидатором, который позволял реформировать, не реформировать. Так в 2005 году была проведена в общем-то нужная и необходимая реформа реформа льготного обеспечения усиления. Реформа эта была нужна, нужно было увеличивать льготное обеспечение. Но кто оказался пострадавшим из-за этой реформы в январе-феврале 2005 года? Собственно, само население. И тогда Путин просто решил эту проблему весной, взяв дополнительно нефтяные деньги и раздав их населению, которое начало бунтовать. Опять же, может кто помнит, тогда были протесты. В январе-феврале были протесты. Почему они пошли эти протесты? Исключительно из-за кошелька. Наплевать было на политику, на свободу политзаключенных и так далее. И даже Путину не было никаких претензий. Было одно верните льготы, неважно кто, нам их вернет. Это как раз к моему тезису, что не политика интересует граждан, и сейчас это справляется, а именно эти новички интересы. И расширение протеста, оно будет все равно не политическое в своей слове, а именно из-за того, что вот опять нас обижают, не на что купить продукты и все такое. Несмотря на то, что от Путина отошла часть либералов, яблоко перешло в открытую оппозицию. Путин по-прежнему продолжал канцеризировать обширную часть политического класса, подавляющую часть политического класса, но в 2004 году для Путина произошла неприятная вещь. На региональных выборах было зафиксировано снижение поддержки Единой России. Тогда был такой эффект, что все, что плохо, это Единая Россия. А Путина как раз единственная опора и надежда. Тем не менее, Единой России предстояло выполнить важную функцию в 2007-2008 годах, а тогда уже сразу после выборов был достигнут согласие между правящим классом, что в 2008 году будет кто-то другой, что будет новый президент в 2008 году. это означало, что парламентские выборы 2007-го года надо провести так, чтобы Единая Россия имела подавляющее большинство и новый кандидат, имя которого никто не знал до самого последнего момента, опирался вот на такое конституционное большинство Единой России в парламенте в 2007-м году. Именно поэтому в 2004-м, в 2006-м годах была проведена зачистка политического поля и были приняты такие законы, которые позволяли убедить всех нас в вопросе а кто еще кроме Путина и Единой России. Собственно, законы были приняты и выстроены таким образом, что оппозиционные силы не имели никакого влияния, даже если они проходили в парламент они были укропнены требования численности было увеличено до 50 тысяч человек в общем-то даже у КПРФ активных членов не было столько по всей России там уж как искуслялось яблоко что-то собрать нехорошо известно не говоря уже о других партиях поэтому и было сделано в 2004-м 2007-м годах так чтобы избиратель понимал что если и приходишь на выборы то голосуешь из жестко предложенного ассортимента а все остальные либо маргиналы либо не имеют никакого смысла даже всерьез говорить о том чтобы за них голосовать все это к большой удаче Путина его окружения накладывалось на эффекты долгосрочные эффекты девальвации рубля на удачные реформы начала 2000-х годов и неожиданный стабильный рост нефти который власть осознала как большую часть и жизненный подарок удачный подарок судьбы в 2004-м году я также хорошо помню что вот Греф говорил 30 долларов за барр ребята это круто и дай бог чтобы еще так два года продержалось а к концу 2005-го года стало стало ясно что дорогие цены на нефть это всерьез и надолго и поэтому возникла идея смелая идея о том что необходимо увеличить присутствие государства в ключевых отраслях экономики и так началось вот через новые механизмы эти 90-х годов которые пришли в Россию акционирования не забыты были прекрасные группы федеральные унитарные предприятия государственные унитарные предприятия был увеличен было увеличено присутствие государства экономики и управляли не менеджеры а бюрократы и может быть вы не забыли в каком тяжелом положении оказался автобаз осенью 2008-го начале 2009-го года это было связано с тем что с 2005-го года автобаз контролировался людьми Путина и они совершенно не следили за издержками и расходами и во время кризиса оказались в очень тяжелом положении в итоге было увеличено присутствие государства где бы то ни было но обращу ваше внимание что только в 2005-2006 годах государство спохватилось в присутствии одной сферы которая до этого не контролирована и даже многие не знали об этом о ее существовании это интернет вспомните как сначала еще при Путине робко а потом при Медведеве он заставлялся заводить блоги ЖЖ вот приводили в соответствие сайты требовали от региональных властей чтобы они там была обязательная опция обратная связь и так далее и бедные эти бюрократы вот у которых стояли печатные машинки и отчинчили стояло они подписывали все от руки вот становились блогером и поневоле так и не понимая что это происходит и до сих пор вот в ЖЖ хранятся эти мертвые блоги там здравствуйте я губернатор такой-то я буду вести блог и через два месяца этот блог забрасывается потому что вы представите вам все ну нет просто вот ну нету мотивации наоборот там была реакция о круто там мы сейчас будем описать там наконец-то но не случалось и это до сих пор вот есть вот блок Турчака это уже 2009-2010 год вот он доведен это губернатор области он доведен до середины правого года а затем заброшен видимо была сделана ставка на ОНФ общенародный фронт и вот власть проиграла интернет и все что она смогла сделать это вот наводнить его провластными сайтами и вот взялась за политику троллинга на значимых политических площадках интернета но тем не менее до сих пор мы видим да что в какой-то момент может либо можно говорить о какой-то равновесии потому что действительно появились влиятельные сайты прокремлевские прокносударственные с другой стороны есть это огромное независимое пространство как политическое так и неполитическое которое не контролируется государствами в том числе оттуда и собственно и пришел массовый протест 2011-2012 году это я говорю все к тому что еще Ельцин научился работать с парламентом и когда необходимо продавливать необходимые решения подкупом там угрозами или как получится еще при Ельцине тут был зависим в случае ключевых решений когда необходимо принимать ключевые решения и так далее и так далее уже тогда в общем-то губернаторы понимали что они зависят от власти и все это при Путине просто было доведено до совершенства а вот что точно известно Борис Николаевич Ельцин не знал такого слова интернет и не рисовался им и соответственно в 90-е годы интернет это был удел немногих те кто ушли из Коммерсан создавать в 99-м году газету Рум им говорили давай до свидания у вас ничего не получится тогда еще все покупали газеты и смотрели сейчас бумажный рынок газеты журналов испытывают острый кризис потому что все мы знаем не надо теперь тратиться на газеты все самое новое в интернете это было недоценено и власть с этим столкнулась еще в 2006-2007 годах но тогда политический протест действительно был небольшим и делом очень ограниченного группа людей тем не тем не менее реформы были эти проведены удачно и поскольку был четкая договоренность и согласие что Путин не пойдет на третий срок то выборы прошли спокойно потому что уже тогда многие хотели новой фигуры при этом запрос на обновление выражался на достаточно спокойном политическом эмоциональном фоне люди просто были бы рады если бы появилась бы новая фигура которая бы складила бы те недостатки которые они заметили во время второго срока пусть на их было достаточно много для тех кто учился в политике и как вы все прекрасно знаете успех Медведева был связан с тем что многие восприяли эту игру которая заключалась в том что Медведев должен попридержать место до 2012 года а там посмотрим разберемся ближе к осени 2011 года и самое интересное произошло тогда когда Медведев стал президентом на это многие из нас не обратили внимания те эксперты и либералы которые продолжали грезить о реформах стали сплачиваться вокруг фигуры Медведева и именно они в их интересах были все эти разговоры о возможном расколе что Медведев рано или поздно станет влиять на политической фигуры о том что пора наконец-то переходить от слов к делу и так далее и тому подобное и эти эксперты в общем-то смогли достаточно успешно продвинуться в продвижении идеи о том что Путин настолько влиятельная и мощная фигура что он себе найдет достойное место и вне в новом политическом цикле с 2012 года и вне вот этой вот вне Кремля однако помимо этой группы у Путина были многочисленные друзья это и узкий групп по кооперативу озеро и более обширный групп так называемых друзей и партнеров которые зависели напрямую от того у кого находится где находится центр принятия решений и за кем последнее слово именно эти люди и в итоге убедили Путина в том что необходимо все-таки идти на третий срок иначе всей той системе которую он выстрел 2010 и 2011 году будет каюкой непонятно на кого кому будет доверяться Дмитрий Анатольевич Медведев и окажется ли он самым надежным человеком коим он был по ходу первого срока когда это решение стало прорисовываться и в Кремле стало ясно что именно к этому склоняется Путин начались первые неожиданные отставки я еще раз повторю что таким сигналом о том что Путин будет третьим пойдет на третий срок для нас должно было стать отставка в апреле 2011 года Глеба Павловского Павловского который вместе с Турковым как раз и отстраивал всю эту вертикаль и следил за тем чтобы ни одна лишняя партия не проникла в Пустово на вот этих выборах 2003 2007 годов и затем это я уже ретроскутивно посмотрел Павловский перестав сотрудничать с Кремлев заклинал все в прошлое лето ровно год назад чтобы Медведев проявил свою волю и сам пошел филдовал филдовал да филдовал ничего не удалось и тогда начался новый исход экспертов либералов от власти в частности такой влиятельный человек как Юргенс сейчас уже в открытую перешел в оппозицию к Путину и проявляет активное недовольство новым сроком и действиями президента Путина тем что вот он выбрал сторону тех кто кормится за счет бюджет наконец некоторые либералы ушли от ответственности принимая какую политику ведет Путин они не порвали с властью но ушли в такие структуры которые не предполагают политической ответственности напомню что перед выборами 2007-2008 годов главный гнев народа был направлен на своеобразный тандем либералов и правительства Греф Кудрин Кудрин в итоге пошел на повышение а Греф который спит и видит себя прежде всего либеральным министром понял к чему дело идет но не порвал с Путиным а просто попросился добиться своей отставки и ушел достаточно непыльный пост хотя работа его в Вьетнаму добит пост Бербан также некоторые либералы заняли экспертную структуру они советуют Путину и говорят если власть не проведет то-то то-то то будет это разумеется что эффективность экономических реформ возможно только при соответствующих политических реформах основатель этой традиции покойный Егор Гайдар который поддерживал и консультировал правительства Путина еще первых двух сроков как эксперт а затем его дело переняли такие люди как Владимир Мау Ярослав Кузьминов и прочие реформаторы которые продолжают сейчас находиться внутри власти даже Эльвира Набиулина и вот они написали замечательный документ который называется стратегия 2020 там к 20 году Россия должна быть распрекрасной страной которая достигает или подходит близко к основным социально-экономическим показателям развитых стран ЕС и при этом развита по всему документу идея о том что все это будет при условии соответствующих политических эпох при повышении политических конкуренции бла-бла-бла и так далее всего это не происходит но эти люди как мы видим часть пока еще не уходят не уходят из власти и тут я перехожу к самому главному тезису заключающейся в том что власть которая сейчас реагирует на острый политический кризис пока еще не принявший масштабный характер но не широкомасштабный она состоит из двух расплывчатых коалиций группировок это сторонники твердой линии и реформаторы со сторонниками твердой линии все понятно какие они законы принимают как они реагируют на массовые протесты а реформаторы делают следующую вещь например Ярослав Кузьминов муж советника президента Эльвира Напиулиной бывшего министра экономического развития и торговли директор высшей школы экономики вузов переработал он несколько дней назад написал в ведомостях статью про новое правительство он ни слова не сказал про политический кризис он ни слова не сказал что значительная часть общества требует политических перемен он написал такую благостную статью о том что если правительство ни хрена не будет делать не проводить реформ то будет очень плохо Россия столкнется с полномасштабным кризисом будет очень плохо и вот это правительство пишет Кузьминов должно сделать вот эти реформы любой классический либерал прекрасно понимает что все эти реформы будут проведены в условиях ну хотя бы минимально ограниченной политической конкуренции хотя бы той которая была с 2000 по 2003 год при раннем Путине при нынешних условиях это просто невозможно будет неэффективная трата денег на какие-то преобразования мероприятия но Кузьминов удачно это обходит потому что вот это вот такая стратегия либералов во власти говорить вот эти слова о том что да нужно широкое преобразование и при этом делать какой-то свой конкретный проект Кузьминов например ответственен политически ответственен за ЕГЭ о чем не скрывается и вот он сейчас активно занимается совершенствованием ЕГЭ в частности совершенствование механизма отсева тех кто набрал там более низкие баллы ниже там 70 и так далее новая идея его чтобы троечники вот троечники по ЕГЭ не проходили вузы то есть он занимается конкретно таким проектом имеющим мало отношения к политике и при этом вот когда он на публике он выступает как либерал но в прямом смысле как беззубый либерал от него ничего не добьешься по поводу политики по поводу того что вот этот режим в корне не способен предоставить условия для преобразования которые бы там двинули Россию с точки зрения либерала в сторону развитых стран ЕС и так далее и тому подобное и весь вопрос заключается в том насколько либералы вот или даже грамотнее говорить реформаторы вот эти реформаторы во власти насколько они терпимы к курсу сторонников закручивания гаек и я всех вас призываю найти особое особое мнение Глеба Павловского сразу после событий точнее сразу после нет сразу после принятия закона о штрафах штраф по поводу митингов гаек когда он сказал 12 мая на демонстрации в Москве должны быть многие люди я назову эти фамилии должна быть Ильвира Набиулина советник президента уж я-то знаю говорит Павловский что она думает по поводу всех этих законов и этих репрессий должен прийти Дмитрий Анатольевич Медведев сказал Павлов уж я-то знаю что он думает по поводу этих законов как юрист и эта демонстрация говорил Павловский она должна быть за Путина за Путина то есть он говорил реформаторы должны бороться объясняю его логику реформаторы должны бороться за Путина чтобы не упустить его чтобы не потерять его чтобы он не ушел к тем кто принимает репрессивные законы Путин все еще очень ценен для реформаторов да какой роль вы не человек который имеет реальный политический вес да человек который с помощью которого можно проводить какие-то ограниченные технические реформы это не практично? а собственно испугается вы говорите что они учат насколько реформаторы теремии в этом так у технического да а насколько реформаторы я так уже понял на уши смерть реформаторы лояльные и теремии по поводу так он сам и есть это и есть один реформатор а он реформатор уже? да? объясню нет все правильно уже можно и тут и вопросы реформатор это сторонник что власть должна проводить реформой то есть Глеб Павловский реформатор с той точки зрения что он за реформы которые проводит сама власть а сам он сделал какую-то ставку ставка проиграла ставка была на Медвезева а эта ставка проиграла но и он оказался ему ничего не стало делать как оказаться в стане людей которые продолжают эту культуру с кем он боролся да примерно так совершенно верно это просто позиция принципиальности и политической действенности просто брызло со стороны реформатора со стороны Павловского ну Павловского ладно Павловского там ничего не умеет как бы Чак Сэр но вот реформаторы и Высшая школа экономики Кузьминов газеты Ведомости которые внимательно читают на эпох памяти уже лет пять и прекрасно помню что они там прогнозировали по полу раз власти вот такие реформы начиная так годы в 2007 со всеми поименовыми вашими вами авторствами Кузьминовы профессор Соня который не имеет отношения к Кузьминову а? профессор Соня не имеет отношения к Кузьминову а это Реши да это все правильно а Реши это Гуриев а? а Реши это Гуриев может быть ну да вот все правильно все эти времена это называете Сонин, Гуриев это вот как раз такие либеральные реформаторы которые за реформой которые хотели бы поиметь своего компетента которым они рассказывают а в принципе процедуры их не волнует если процедуры приведут политической реальности которая будет их не устраивать для приведения их реформ то они согласны на индинические процедуры лишь бы да наверное можно так сказать что вот так они они себя так и показали до 2010 года вот за это мы их любим или не любим этим постапевтам ну да я как раз и говорю что поэтому и нельзя говорить что во власти находятся либералы это не либералы а сторонники авторитарной модернизации которые если тут и говорить о ком-то либерализме то какие-то элементы либеральной экономической политики не более того то и значит значит мы признаем что может быть эффективной авторитарной либерализации ограничено эффективно эффективно в этой жизни все ограничено любая либерализация ограничена назовите мне пример неограничено неограничено либерализация ну ну нет нет другой пример приведу реформа в рамках великого общества в 60-е годы в США кардинальные социальные и экономические реформы в частности связанные с политическими реформами вместе вместе с построением общества великого благосостояния когда неимущие доросли до определенного проживающего минимума был дан шанс неграм участвовать в политической жизни впоследствии ровно через 40 лет в 68-е 2008-е то есть вы искренне полагаете что Обама во главе ну во главе американской администрации это вот то самое искомое не результат это не результат одно из последствий одно из последствий это всегда движение мы же движение всегда это движение в 68-м году для меня существенно что в 68-м году страна на половину российской или на сколько да еще на большую а в 2008-м году они избирают другим цветом кожи и это движение вы можете предлагать очень существенное вы как либерал политический как либерал политический сейчас да с экономикой все сложно вы знаете в этой стране где вы тоже на чем и на белых это не поменялся не более условно не совсем не на самом деле не там там смешение а а ну и границ смешение не там в чем все эти люди с еще 30 лет назад вполне вторичными странами не имели шанс но они получили все шансы только тогда когда они приняли позицию это белого большинства понимаете понимаю ну там я я согласен что то есть мы говорим о том что обама усвоил стандарт белого политика и это позволило ему сбраться все это произошло потому что наконец-то мы доказали что люди с черной крови оказывается полностью способны усвоить наш белый стандарт нет 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 просто избиратель и да я бы ответил так и да и нет и да и нет и да и нет избиратель просто сдвинулся это вот доказано атеисты выберут выберут ну через несколько десятилетий мне вот интересно по по лекции какие варианты развития событий могут быть значит вот на каких условиях значит интересно да вот к этому сейчас перехожу значит смотрите и так сейчас мы видим уже она четко возобладала да вот это вот рулят сторонники твердой линии они принимают эти законы которые пытаются ограничить наши законы об этом НКО вот это НКО да вы считаете это именно вот этими самыми ключевыми законами которые демонстрируют кто рулит а вы как считаете я считаю что это ничего не значит сегодня еще по радио объявили что какие-то депутаты ну не сказали какие-то вы согласовали за решение непрестновидности Дюссоновова нет еще что догадываюсь что от единой россии ввести уголовную ответственность за клеветой да то есть не штраф а уголовную ответственность ну такое предложение уже размахнули я догадываюсь что в нашем суде могут назвать клеветой в нашем так может неплохо да вот там удальцов там было клеветом да но у нас заклеветом конечно ну и Путин конечно надо сразу вводить закон об оскорблении самодержавства да учит полпатьеветной ползой и всяких законов и светом груди ну так вернемся к вариантам развития наверное да значит я считаю что сторонники твердолиней которые принимают эти да репрессивные законы считают что таким образом они смогут да доказать свою эффективность потому что главное чем был силен этот режим да то что была политическая стабильность люди не выражали недовольство по поводу всяких политических проблем и вопросов если они выражают недовольство и это недовольство зримо ощутимо но слава богу да не принимает широко масштабный характер пока то надо просто его обложить со всех сторон самыми разными задушить и таким образом путин покажет снова эффективность его как политический лидер вы полагаете что это не эффективный путь это невозможный да это неправильный расчет мне кажется что да это ошибочный расчет невозможно у нас напугать и загнать это как это например делалось успешно в беларуси невозможно поэтому это ошибка и в конце концов произойдет то чего так боится путин предательство опять наша демократия в расчете на раскол верхов это само собой это святое это вообще сиделась вазь и мы сели за эти рычаги мы пока не нет не идет о демократии даже здесь это очень правильно не про смелое понятное не очень значимое здесь как раз не про демократию а про то как ее в итоге не будет скорее всего вот я-то настроен пессимистично но относительно будущего пути путина его нет вот то есть когда путин доказывать свою неэффективность как политический лидер вкупе с неэффективностью экономической да ситуация ухудшается все эти менеджеры которые свято верят в технологии о том что можно манипулировать решать что мы сейчас убираем путина назначаем другую фигуру и тем самым выбиваем основу против и если этот лидер каким то образом быстро показывает экономическую эффективность основная часть населения вообще быстро успокаивается и мы меняем старого авторитарного лидера на новом таким образом дается не помогать а кто это мотивирует внешне они используют калитюр а кто может пусть таки страдет если медведи путина путина собираются или они вообще не включены а я других не знаю а если получится так же нет есть и другие варианты вот Тим что-то показывает Рутен Мир а там что его надо спорить пожалуйста вот Воланда есть шанс нет Путина нет вот он сменил власть на власть а означает что востребованный человек который может продемонстрировать конечно медведь да во-первых сложнее все не убирается частью у Воланда мы например забываем что министр экономики независимая политическая фигура а это не получается что смена этой власти вообще ничего не означает что означает ничто ничто не упирается а что не упирается судить мы ретроспективно будем судить означало на что или нет с точки зрения экономической политики либо он ничего не поменяет несмотря на то что он социалист сменил право с или либо пойдет на поводу тех кто его избран да и будет ну будет проводить например политику наращивания социальных расходов с так как будет все это происходило в европе в разных странах в мгновении левая право те самые воспитывающие но все это проходило в одних и тех же условиях то что вы называете условиями растущих или стабильных высоких цен для нефти то называлось в европе нет не согласен испыток испыток кредитных ресурсов объясните мне какова будет колебание всяких вещей дефицита кредитных вот как в условиях дефицита кредитных ресурсов европа жила в 70-е годы да правильно не ничего пережили пережила она имела другой вид мы тоже пережили такую войну и чем то мы не решили ну или вы полагаете войну мы не пережили войну мы не пережили то есть это если судить что люди какие-то остаются Но целые регионы войну не пережили. 报vi Хорошо, целые регионы не пережили 90-е годы prince bazai Некоторые регионы... veramente удобно пережили 30-е годы. 30 bile прыж Ольга Такие регионы в европе не пережили 70-е... Я говорю все пережили и сейчас переживут. Сейчас переживут. Мы сейчас, правда, про развитие говорим... У нас это только самые проблемы. Некоторые регионы не переживают. А в Европе все переживают. В Европе все пережит, потому что есть вот как раз эти качели. Европа 70-х годов и Европа 90-х, нулевых годов, это примерно, с точки зрения экономики, это примерно одна и та же схема, которая по одной и той же с ней будет переживать проблемы. Схемы разные, как раз из-за тех качелей, о которых вы говорите. Так хорошо, я понимаю, качели очень хорошо. Зачем мы в сторону в сторону постоянно уволите, давайте про нашу страну поговорим. Это касается нашего лога-то не входит, нам предлагают модель. Я ничего не предлагаю, никакую модель. Что могут предложить правые в тех же условиях, ведь в этих условиях жили, расцветали все. Значит, не все жили в этих условиях, расцветали. Советское совество назначало 70-х годов не цветущее общество. Нет, ладно, мы берем Европу. Значит, дайте я сейчас вернусь, не уходя от Европы. Я внедрился, может быть, в СССР. Нет, ну, снято стопы. То, что сейчас было верно замечено про общие условия, с точки зрения моей лекции, хотя я готов был про экономику говорить, общие условия – это как раз общее согласие по поводу того, как партии борются друг с другом. Что приоритетно для основ политического развития, и что нет. У нас сейчас такого согласия нет. И тем интересна, Исаковская была в мае, начало и июне, то, что это именно такие протопопытки через протопарламент, который называется Ассамблея, попытаться людям, которым интересна политика, договориться об общих ценностях, об общих интересах, об общих правилах, понимая, что все политически разные. Но на глобальном уровне это очень большая проблема. Когда речь заходит о том, чтобы избирать новый парламент без Путина, без Единой России, или без абстрактных жульных воров. Это будет очень большая проблема, потому что все будут скатываться в предыдущую логику, захватить больше. За один человек ты получишь, а за один человек я больше получу. Вот, скажу, одна логика – это договариваться, другая логика – это собраться и задавить противника на смерть. Да, эти третьи... Сначала задавить. И вы бы как-то все не поперли. Этим и опасно, как раз, вашего оппонента. Правильно. Надо понимать, что пределы ваших возможностей, что вы понимали свои, а он понимал свои. Надо смириться с тем, что есть несколько продуктов. Первый вариант я выбросовал. Меняют сами элиты, и это каким-то образом успокаивает народ. И те, кто там демократы, либералы, или другие силы, националисты, которые хотели попасть в парламент, начать проводить политику, они все в пролете. Я правильно понимаю, что для этого должна быть экономическая какая-то, хотя бы, стабильность? Если у нас сейчас такие прогнозы делаются не очень хорошие, да, это должна быть экономическая стабильность, но когда, знаешь, наверное, как иногда с футболом бывает, меняют тренера, да, и некоторые, видимо, команды играют хорошо. Какая-то вот, да. Находится в этом новую фишку. Да, импульс какой-то. И вот если, вот страна найдет новую фишку, если новый начальник удачно начнет развивать экономику, да, делать первое преобразование, и все это как-то ляжет удачно на конъюнктуру, то, соответственно, народ скажет, что... А если не ляжет? А если не ляжет, тогда будет усиливаться политический хаос и дестабилизация. И тогда... Вот смотрите, второй вариант. Путин вынужден уйти или действительно пойти на вынужденную релиберализацию из-за катастрофического улучшения экономической ситуации. Это связано с... Даже не надо-то никакого падения до 50 долларов. Достаточно, чтобы нефть так колебалась. Деньги, вот, просто у них не расцветка дождя. Тогда, рано или поздно, регионам будет предоставлена самостоятельность, и регионы будут тянуть идеал на себя. Это проходили мы в 90-е годы. Да, когда регионы ничего не могли получить от центра, тогда такие ситуации затратились, понятно? Мы это проходили не в 90-е годы, а мы это проходили, я даже тут на более радикальную вероятность... 89-91 год. То, что кончилось распадом. Да, я сейчас говорю не то, что в 90-е годы было, а то, что было вот именно... То сейчас, поскольку замечено все крепко, вот... А неужели вы не понимаете, что... Почему? Я не очень понимаю. Вы чёрные люди, да? Я не хочу сказать диалектирую, потому что... Сформулируйте чёрные, потому что... Потом вы теряете. А почему вы таким образом, как бы автоматически переносите ситуацию одну на вторую? Я как раз не переношу. Почему вы проводите аналогию с 85-м годом? С 85-м годом? С 89-м годом. Вы понимаете, что мы живём в другой стране? Совершенно в другой стране. Хорошо, ваш прогноз. Вот вы владеете, или найти ваш? А мы будем револсовать в этом. Мы на большом уровне. Мы, значит, отвечаю. Мы совершенно верно живём в совершенно другой стране. Однако есть вот родовые черты российской истории. То, о чём писал Пайпс. Это слияние власти и собственности. Это нерешённость коррупционных проблем. И это вертикаль. Которая при ослаблении и отсутствии политических выборов страна разлетается на куски. Отсутствие ресурсов для того, чтобы поддерживать свою вертикаль. Вот в отсутствии чего. Они бросили политических прибыль. Стоит вопрос о том, что будет ресурс. Так смотрите, 91-й год и 17-й год. Совершенно разные страны. Люди разные. Уровень грамотности. А результат один тоже. Страна развалилась. А результат совершенно разный. Я с точки зрения единственной страны сейчас. Давайте выводим свою концепцию. Это марксизм чистой воды. Да нет, это не марксизм. Это марксизм. Это исторический дизайнер. Я сейчас даже и не пытаюсь спрогнозировать то, что может произойти в точности. Совершенно правильно. Потому что никто, никто не может этого спрогнозировать. Это совершенно точно. Более того, вся высшая школа экономики вместе взятая. Вместе с Решем. Вместе с Лирным банком. Реш, что Минфин её больше. Я доверяю. Никто не может спрогнозировать, например, на полгода курс рубля. Курс цен на нефть. Понимаете? Вот, например, я как-то месяца два назад сподобился у меня на своему статью. Я сподобился проверить вот эти квартальные прогнозы разных наших контор. Которые делают эти прогнозы. Минфин, от ВЭП, от Реш, от ВШ. И так за пять лет. Вот самые пессимистические прогнозы. По развитию. По валюте, по бюджету. По высшей школе экономики. Да. От высшей школы экономики. И они дальше всего были от того, что произошло на самом деле. Мне есть все основания полагать, что деятели высшей школы экономики, включая Кузьминова, большой вероятностью прогнозируют то, чего не произойдёт, просто потому что они настроены на такие прогнозы. У меня есть и это будет оказаться начиная с 2007 года. Ежепартальные прогнозы ребят, значит. Они были дальше все как реальность. И они были другое всех. Доклад Центра стратегических разработок про политику. Читали? В преданностях последние. Да не в преданностях, в март 2011 года. Да. Когда было точно спрогнозировано рост недовольства. Когда было точно спрогнозировано. Мой же мой, ведь весь этот Центр стратегических разработок, он всего-то спрогнозировал, что рост недовольства? Он не всего, там все очень приметно. А объём это не приходит. Я объём спрогнозировал. Да неужели? Какие дни, с нами мы сделали? Количество людей на болотне, которые отогнете, не знали, что это будет на болотне? В других объёмах. Вы пойми. А, в других единицах. В других единицах. В квадратных кубометрах, недовольных на... На квадратные метры. На сентябрь, октябрь. Ваш дейсс? Особенно на сентябрь. Сформулируйте, что я. Я хочу сказать. Высшая школа экономики. Это такая интересная контора, которую мы знаем. Это всё понятно. Это не политический дейс. Это отношение к компьютерной конторе. Да, конечно. Нам надо как-то вырваться сейчас из высшей школы экономики. Давайте будем. Мы полим. Мы тоже. Давайте будем на политику. Я могу сказать только, что, во-первых, исторический материализм, который я учил в своей жизни, потому что мне уже 40 лет, а я как учил в жизни, он не работает. Хотя я немножко... Не работает. Не противник маршизму и так далее. Но я понимаю. Никакие аналогии не работают. Никакой ретроспективный анализ, даже экономический, не работает. Да не нужен ретроспективный анализ. Мы ничего не можем так сказать. Дело в том, что ни одна история не повторяется никогда. Нет ни малейшего смысла изучать опыт преодоления великие депрессии тридцатых для того, чтобы преодолеть депрессии в нынешних времен, в западном мире. Потому что мы живем в другом совершенно мире, и математические модели, придуманные, и активно, в последний раз употребленные, пропагандируемая большая экономика, это чистые воды. И наше историческое прошлое ничего нам не может подсказать, и никаких алгоритмов тоже нет. Я против любого охранителя и лоялиста, который говорит, что надо сидеть тихо, потому что в 17-й год, просто потому что 17-й год не будет, больше ста лет назад, и больше никогда не будет, и той России, в которой возникся в 17-й годы нет. Но я добавлю, что нет той России, в которой возникнет 89-й год. Нет той России, кстати, в которой экономисту это будет близко, которая возникнет в 98-й год, и вообще той России уже нет. Нет той России. Есть угроза распада. И поэтому ничего этого не возникло. Не возникло. Совершенно правильно. Есть совершенно другие новые сценарии. Все правильно. Я так понял, что у тебя такая вот мысль, что Путин сейчас правит, да? Угу. Вот такой прогноз, говорят, произойдет раскол элит каким-то причинам, да? Там у них наверху, да? Они его уберут и поставят другого. И мы все как бы это примем, и дальше у нас класть то же самое, да? Один из вариантов. Один из вариантов. Почему? Одного человека. Она, конечно, не один человек. Там, конечно, естественно, пирамида, да? Есть люди, которые все это держат, которые там кормятся там и так далее. И в случае того, когда вот, соответственно, эта пирамида, ну, или вершина, рушится, которая цементирует, да? Рушится. Вот это цементирующее звено, да? Да? Мне кажется, она вся начинает отсыпаться. А заменить одного на другого не получится, мне кажется. И мало того, нам, естественно, не понравится. Они захотят менять другого, потому что мы хотим поменять систему. Это у всех разные мотивации. Мы хотим демонтировать его жизнь, мы не хотим демонтировать Путина. Он не нашим интересен, да? Поэтому мне кажется, я чуть-чуть закончу. Мне кажется, что, соответственно, она сейчас сыплась, да? И нам, соответственно, надо будет воспользоваться ситуацией. А людей, организации в Москве, в Москве, в Питере, умных людей, организаций, готовых к этому много, с платформами, с программами и так далее. И нам надо будет это вывести силой, естественно, мирной силой, выйти и вывести на мирные выборы, как примерно в других вот таких же неустойчивых странах. Нет, ну не европейских, Египта и прочих неустойчивых стран. Вывести, выдавить честные выборы потихонечку, не сразу. И поехали, поехали. Видишь, есть тут проблема электорального автоитаризма, когда экспиратное право есть в широких масс, которые слабо разбираются в политике. И что? Я думаю, в Европе тоже обычный человек не очень разбирается в политике. Но работает система, которая ему помогает. Нам надо выстроить систему выборов, СМИ, судов. То есть надо восстановить все это, чтобы все это работало. То есть это все. Ну ничего больше нет в Питере, чем только с твоими руками. Только ногами. Создавать заново. Создавать заново. Заново. Создавать заново. Ну не было судов нормальных в России. То есть что значит восстановить? У меня вообще вопрос на самом деле. Вот как вы считаете, вот это вот кратковременное экономическое улучшение, насколько оно вообще возможно в условиях действующей системы, грубо говоря, которая в принципе, если я правильно понимаю, направлено существенно на личное обогащение определенного правящего класса. То есть насколько возможно какое-то экономическое улучшение в условиях как бы нестабильных цен на нефть и так далее? Ну да. Тут надо, наверное... Улучшение именно то самое, которое может стабилизировать власть этого самого нашего Медведева 2.0. Здесь, наверное, да, говорить не про улучшение, а что сама передача произойдет в относительно стабильных условиях. Потому что вот как показывает наша жизнь вот в новой стране, люди поразительно мало требуют, да, в плане прожиточного минимума. Согласна. То есть 10-15 тысяч рублей, и они готовы вот заткнуться и говорить, что их в целом все устраивает. И Пашев на трех работах. И Пашев на трех работах. Да, и считает, что так нормально. А хватает, только вот дачу построил, но на машине уже нужно его не купить. А то и на даче. Да, да. Да, и вот это как раз объясняет, что если вот удастся просто поддержать этот уровень каким-то образом, да? То есть в логике власти. Вот продерживаем этот уровень до конца года, меняем Путина при всех равных. А там уже посмотрим. А там еще мешок денег раздаем еще два года. А там может и нет. А там да, что-нибудь это. Или запустим какой-то проект. У меня есть слово одно. Здесь есть несколько людей, которые слушали мое выступление. Вы слушали, вот ты слушал, ты слушал, а кто-то не слушал. Ну и мы. Я готов завтра повторить, потому что концепции исторического процесса и о том, что нас ждет дальше с точки зрения макрологики, а не с точки зрения следующего года. Я готов повторить завтра, если хотите, в 7 часов. Я согласен послушаю. Подойдите ко мне по поводу расписания. Хорошо. Мы с вами договоримся. А вот сейчас это расписание, да? Ну да. Я просто еще немножко поговорю после того, после завершения, так сказать, какую-то кухню висать, скажем, показать. Вот. Мы уже скоро заканчиваем. Они не хотят, чтобы вернулся от 2003 года образца. Ну да. Ощерел. Да. 2003. 2003. Или 2. Или 2. Да. Ну то есть вторая альтернатива это какая-то дезинтеграция получается? Вторая альтернатива какая-то дезинтеграция только? Да. Весьма очень такая ощутимая альтернатива это дезинтеграция, которая связана с тем, что сейчас вот значительно в частности регионов посажены на субсидии, трансферты. И как только они освобождаются от бюджетной политики Москвы, да, бюджетной политики центра, они начинают развивать разограничные связи. То есть вот это то, что в Израиль провалился магнитом, когда Палестину хотели экономическим магнитом протянуть Сработой, мне кажется, в Судальнем Востоке таким магнитом в Санкт-Петербурге. Сработает здесь, на Северо-Западе, Финляндия. В Финляндии уже присутствует активно, в Санкт-Петербурге. А знаете, как в Санкт-Петербурге присутствует в Финляндии? По бизнесу, я думаю, несравнимо. А бизнесу? По зависимости от революции? Нет, по бизнесу. То есть финские фирмы здесь есть? Юит, Кейраута, Призма. А где российские компании на массовом рынке в России? Вы полагаете, что именно вот эти Призмы, Кейраута, это то, что определяет экономическое положение регионов? Или так полагаете? В том числе. Это так. Вот. Это то, что будет определять. Сейчас это не определяет экономическое положение регионов. Вы перечислили к имперской сети, вы перечислили рынок сбыта. Все правильно. Вы перечислили эксплуатацию рынка сбыта. И не только, а строительную фирму я назвал. Строительная фирма тоже упирается. Так, можно зайти просто? Хорошо, я могу объяснить. Вы пришли эти. Завтра у нас нет денег. Форт он приходил. Хорошо. Завтра у нас нет денег на оплату услуг финнов. Мы что финнам обращаем? Ну, тут вы вообще сейчас говорите. Что значит оплата услуг финнов? Мы продаем финнам здание, они его эксплуатируют. И, соответственно, мы избавляемся от издержек. Мы продаем это здание не связано с нашей потяжеспособностью. Можно, в самом деле, дать просто один вопрос? Извините, пожалуйста. Может, поясняться ненадолго? Я, в принципе, секс немножко дошла. Я просто хочу одно небольшое завершение и закончить эту запись. Извините, я вас перу просто минут на две, три, четыре, пять. Хорошо? Так вот, соответственно, вопрос такой. Почему у нас не может быть так, как это вышло в восточноевропейских странах, которые, в принципе, стали более-менее приличными демократическими государствами? В результате таких же процессов или похожих? Значит, этого не может быть, во-первых, потому что к 1089 году в восточноевропейских государствах сложилось национальное государство, а у нас оно только складывается, и этот болезненный процесс еще продолжается, в том числе такой вот, да, негативный процесс, как процесс изгнания. Либо на словах, а может быть и до дела дойдет, мы тоже не знаем, будет изгоняться Кавказ или нет из этого национального государства, или удастся сохранить. Я пессимистично строю. Во-вторых, не работает идея, мы освободимся и пойдем туда-то. То есть вот Эстония, да, возьмем вот восточноевропейское государство. Мы освободились от Советского Союза и пошли в ЕС. И создали такое уютное эстонское государство. Россия, как мне кажется, на нынешнем этапе не сформирована у нее таким образом логика. Нынешняя логика протеста – это логика людей, которые оказались обмануты в ожидании. То есть определенный запрос на позитивную программу уже есть? И есть ли вероятность, что она может быть выработана? Вот для меня не очевидно, что это запрос именно на движение в чью-либо сторону. Это запрос может быть на новую стабильность. Вот то, что предложил Путин в нулевые – это не движение к чему-то. Мы это воспринимали как стало лучше, чем в 90-е, стало богаче и светнее, и, наверное, будем жить лучше и лучше. Но из этого никто не делал вывода, что мы будем частью ЕС. И даже вопрос о визах, в общем-то, он трактуется нами потребительски. Ребята, ну давайте обменьте визы, чтобы мы ездили без проблем. Зачем нам эти лишние траты в виде 35 евро и так далее? То есть у нас нет, так сказать, некого положительного образа светлого будущего, видимо, так? Мне кажется, нет. И невозможно его создать? Сейчас нет. То есть силы, которые ведут к новому коммунизму, они будут всячески избегать каких-либо политических проектов. Это если и будет какой-то коммунизм, то коммунизм в полной корзинке потребительской. Понятно. Ну что же, спасибо за ваше мнение. И так, напоминаю, что это была основная лекция. История, как мы докатились до жизни в путях развития. С нами был, представьте, скажите, пожалуйста. Дмитрий Ильич Порук, высшая школа экономики. Я Дмитрий Ильич Порук, высшая школа экономики. Дмитрий Порук, высшая школа экономики. Спасибо. Заканчиваю, выкладываю на YouTube. Сейчас еще немножко поговорю с обитателями Исаакиевской, и дальше будет видно все хорошего. Спасибо.